Ну, лично проблем-то целая куча. Недостроенные больницы и детский сад, и дорога сейчас висит над нами. Непонятно, что будет. Со свалкой не решено. То есть, документально люди не уверены в том, что не будет эко-технопарка. Вот список очередников на получение жилья молодежи. Там стояли мои двое взрослых детей. Список этот пропал с появлением Симоненко. Сколько ни стучимся в двери, уже пятый год. Списка нет. Самая большая проблема – это также детский сад. Один детский сад – это катастрофически просто мало для населения. Люди вынуждены возить детей куда угодно. Большой очень вопрос по поводу больницы. К двум врачам нашей больницы я обращался. И получилось так, что два врача ставят неправильные диагнозы, я отлечиваю детей. Начинается ухудшение. Везу Ваненки. Ваненка мне на это улыбается. И говорят, что ваши врачи поставили неправильные диагнозы. Их не вина. У нас есть рынок. Территория, которая, ну просто осенью, весной там не пролезешь, грязь. Давайте мы засыпем за свой счет, облагородим. То есть поставим павильоны, чтобы это было цивилизовано. На что нам было сказано, что эта территория не принадлежит администрации. Это земля калужская. Обращайтесь к ним. То есть каждую неделю люди ходят, собирают деньги с предпринимателей, которые в этой грязи стоят. Но не предпринимается никаких шагов по благоустройству. И с предложением самим все это сделать. То есть нас просто послали далеко и на другое. Депутатский корпус в основном у нас учителя и медики. Ефимова, она выполняет роль как зауча, как учителя школы. Она может с детками выйти там, подмести листья. Ну, то бишь, свои обязанности педагогические. Как депутат и как глава этого корпуса депутатского в поселке, она только шпильки в колесах. Нет, депутаты помочь ничем не смогут. Однозначно. Потому что все люди зависимы. А депутаты никакой роли абсолютно не играют в решении проблем деченских. Мне кажется, наоборот, они препятствуют людям. Инициативная группа пытается, бьется, но помощи абсолютно никакой. То есть депутаты антинародные. Не будут у нас. Новая команда наша, она не будет такой. Она будет со своим мнением. И сейчас у нас в стране такой как раз идет перелом, что молчать-то перестал народ. Молодежь наша, она вот тоже как бы уже начала, вот видишь, без нас уже обращаться там и к президенту напрямую по электронной почте. Они же подняли этот вопрос вот по ограждению нашего памятника. Они уже подняли, только на вторые сутки нам сообщили, что мы его подняли. Да, 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 да. Вот, начинаю пытать своих детей, почему не ходите со мной, они говорят. Ну, это не факт, что вот вы там собрались, а что-то порешали. Мы решаем своим путем. И я вот думаю, что у нас сейчас в новой команде, Дима, будут именно вот такие депутаты. Я думаю, что будем жить совсем по-другому. Надеюсь, Дима, надеюсь, надеюсь, верю. И хочу, чтобы мои внуки жили по-другому.